Новые уренгойские рок-музыканты решили отметить День России концертом на открытой площадке. Три группы, одна из которых приехала из Губкинского, играющие не в самом популярном стиле трэш, продемонстрировали свое искусство возле культурно-спортивного комплекса «Молодежный». О том, как прошел «Металлфест» на свежем воздухе, знают Надежда Печеркина и Антон Берестянский. Вы готовы? Вы готовы? Вопрос далеко не праздный. Слушать трэш без подготовки тяжеловато. Это все-таки не попса с рифмой Розы Морозы, не классический концерт с интеллигентной публикой. Это музыкальное направление появилось как социальный протест против шаблонов, норм и правил. Впрочем, протест идет не настолько далеко, чтобы отказаться выступать перед публикой. Надо молодежь ознакомливать с правильной живой музыкой. Куда приятно слушать живую музыку, тем более тяжелую. Она, во-первых, трудна в плане исполнения, во-вторых, эта музыка плохому не учит. Для нашего города это немножко, скажем так, в диковинку, но посмотрим, что из этого получится. Открывает концерт группа из Губкинского. В этом городе трэш не самый распространенный стиль, но те, кто им однажды увлекся, служат своей музыке честно и преданно. Чтобы составить полноценную группу, гитарист пересаживается на барабаны и все вместе едут в новую рингвы. Выступить на День независимости России – это очень почетно, потому что, ну, не всегда, не в каждой группе на Ямале попадает шанс сыграть на открытом воздухе. Это, в принципе, и очень редко происходит. Эта музыка выросла из протеста против стремления к одинаковости, подчинения модным тенденциям и рекламному диктату. Трэш – та же самая массовая культура, только вывернутая наизнанку. Танцы под эту музыку могут показаться агрессивными, но тем, кто и играет, кажется, даже не достает таких эмоций. Вокалист из Губкинской группы заводит толпу в ее эпицентре и сам не очень обращает внимания на то, что может пострадать. Затем, чтобы концерт прошел безопасно, наблюдают полиция и казаки, но они стараются вести себя лояльно по отношению к увлечениям молодежи. Меня парень, Алексей, руководитель ансамбля, предупредил, Виктор Викторович, когда будут толкаться, типа драться, вы не обращайте внимания. Это наше нормальное поведение. Ну, я думаю, пусть лучше так дурь выгоняют, да, энергию лишнюю, чем это, ну, в драках, в неадекватном поведении на улицах. Стрэш можно считать альтернативным искусством. Многих в нем привлекают брутальная энергетика и непредсказуемость, исходящая от музыкантов. Шумный концерт с агрессивными гитарными соло и неистовым хрипящим вокалом завершился. А Новорингуйский рок-клуб уже думает о следующих выступлениях. Надежда Печоркина, Антон Берестянский, служба новостей. Импульс.